Прямо между заборами наших городков. У него два дня бедный лебедь, видать, сидел там, а не знал, что делать. Не выпить, ничего не съесть. И тут изнеможенный просто вышел, не боясь ни техники, ни людей, на стройплощадку. А Игорь, так назвал лебедя Исмаил Цычуев в честь своего прораба, просто просил о помощи. В поисках воды и пропитания птица разгуливала по территории цеха, не страшась шума и людей. Можно сказать, что я у нее попался на пути, она вот за мной уцепилась и идет. Я вправо, лебедь за мной, я влево, лебедь за мной. Я уже думал, что-то, наверное, даже охотится на меня. Проголодалась птица. Но приглядевшись, я понял, что это просто изнеможенная, обессиленная птица была. Надышавшись смогом от пожаров, птица обессилела и рухнула на территорию цеха нейтрализации очистки поверхностных источных вод. Там и встретила своих спасителей. Сотрудники постарались создать все условия и оставили птицу отдыхать. Вот поставили воды, дали травку. На следующий день утром оказалось, что лебедь жив, здоров, в хорошем самочувствии. Вот мы его выпустили сюда, на это озеро. Каждый год на это озеро у нас по весне при перелете лебеди отдыхают, присаживаются. Вот в этом году два лебедя было. Гидротехнические сооружения, где хранится техническая очищенная вода, как магнитом притягивают живность. Семейство уток, чайки и другие птицы обитают здесь постоянно. Природа хорошая, вода чистая. Птицы, зайцы, сокол, чайки, кого только тут нет. Говорит о том, что мы чистим воду хорошо. На территории таборских предприятий Сибура активно реализуют проект «Территория чибисов». Комплексная программа по охране птиц учит оберегать окружающую среду и заботится о братьях меньших. Спасая китов в океане, мы спасаем планету. Амурского тигра на Дальнем Востоке, мы спасаем планету. Сегодня мы спасли одну из самых прекрасных птиц, которая вдохновила стольких поэтов на такие прекрасные романы, повести, стихи, которые у нас, особенно на Руси, являются символом любви, семьи и верности. Мы спасли лебедя. Игорь улетел, но он всегда может вернуться туда, где ему помогут. Мария Гребенюк, Рустам Рузеев, Тобольское время.